получается вот такой, то есть двойка здесь вылезает. И дальше, когда мы энергию начнем считать, допустим, сравним с атомом водорода, здесь будет R бесконечность делить на h единица на n квадрат. А здесь у нас масса появляется пополам. Значит, я могу R бесконечность пополам написать и все то же самое сохранится. То есть частоты, вот в частности, линия серии Бальмера, переход с уровня третьего на второй, он теперь будет считаться по той же формуле, что в обычном атоме водорода, только постоянная Риттберга, которая у нас была для h, она поделится пополам. Вот помните, я вам говорила, что постоянные Риттберга, они бывают разные. Вот постоянная Риттберга для волновых чисел, вот для циклической частоты, а вот эта вот, мне больше всего она нравится, для h ню просто, как мы пишем. Постоянные планки, ее высота, все вспомнили, да? Вот h ню, энергия кванта. Значит, тут была вот такая постоянная Риттберга, а теперь вместо m у нас стало m пополам, мы это тупо пополам делим и в это все не считаем, не перемножаем. Вот. И можем сразу, этой формулой воспользовавшись, сразу получить ответ. Так считать короче просто. Вот. Понятно? Ну, давайте еще одну вещь рассмотрим. Вот такую. Мы с вами в прошлый раз говорили, что термы есть в спектроскопии. Это такие величины, которые считаются как постоянная Риттберга для волновых чисел, делить на n квадрат. Тогда волновое число, вот гадость, которую любят очень спектроскописты, вот не хотят они нюще считать. Они считают единица на лямбда. Во всех расчетах идет единица на лямбда, вот модно. Получается r на n квадрат, где r – это уже другая величина. Это уже постоянная Риттберга. Вот такая. Вот такая. В сантиметрах. То есть, если видите, в сантиметрах, все, пошла спектроскопия у нас. Полная беда. Значит, и вот тогда, если у вас постоянная Риттберга вот здесь стоит в сантиметрах, и терм у вас такой есть, то всегда вы должны соображать, что разность волновых чисел одной и той же серии атома дает волновое число какой-нибудь другой серии того же атома. Вот показываю. Смотрите. Первая серия переходит на уровень х. Ну, неважно, какой это уровень. Нижний уровень х будет у меня называться. В одном случае с уровня n, а в другом случае с уровня k. Какие волновые числа получаются? Вот. Такие. Теперь, если я их вычту, что у меня останется? Единица на k квадрат минус единица на n квадрат на эту самую постоянную Риттберга в сантиметрах. Это линия какой-то серии? Да. Это переход с уровня n на уровень k. Значит, называться серия это будет по уровню k. Понятно? Ну, вот так. То есть, мы доказали, что разность волновых чисел одной и той же серии дает волновое число какой-нибудь другой серии. Да, действительно, это в тесте могут вас спросить. И теперь уже, надеюсь, вы это делали. Я выложу презентацию. Вот сейчас ее мне надо объединить, только эти все картинки. И вы дома еще раз посмотрите. Так. Теперь вот, что еще я вас просила посчитать? Вот такое задание. Смотрите. Атом водорода в пятое возбужденное состояние. Какие спектральные линии могут быть испущены при возвращении атома в основное состояние? Вот они. Ну, давайте смотреть, что у нас бывает, когда вообще атом из какого-то возбужденного состояния переходит в основное. Вот здесь я специально нарисовала, чтобы вы рассмотрели, ситуации с разным стартовым числом. Вот со второго уровня, вот с третьего. Третий, значит, второй возбужденный. То же самое, пятый возбужденный, это значит шестой. То есть вы должны были решать вот про эту задачку. Ну, посмотрите, как добавляются линии. Была одна, потом добавляются вот такие два перехода, то есть с высокого уровня на все остальные. Следующий вариант, с четвертого уровня. Эти уже были, у нас три линии, вот они черным тут нарисованы. А что добавляется? С четвертого на третий, с четвертого на второй, с четвертого на первый. То есть уровень четыре, а линии добавилось три. Уровень три, линии добавилось две. Дальше уровень пять. Все, что было при четвертом уровне, вот оно справа стоит. Сколько линий еще добавляется? С пятого на все возможные, а их четыре. То есть у вас получается, что каждый раз, когда у вас растет номер стартового уровня, у вас добавляется линии на единичку меньше. Значит, это что у нас, ребята, с вами? Арифметическая прогрессия. То есть вот если n равно шести, то значит у меня получается арифметическая прогрессия вот до пятерки. Вот она. Получается вот такая история. 15 линий. То есть тоже это, ну как бы способ проверить ваши знания, обратили вы внимание вот на такую закономерность или нет. Это легко спрашивать на тесте. Число линий спросить. Ну как бы много набирать не надо бедному преподавателю в современных условиях, чтобы сделать такой тестовый вопрос. Видите? То есть у нас номер уровня, а добавляется на одну меньше линии. Вот они красным здесь показаны. Те линии, которые добавляются. Но пропорции в атоме водорода я исказила специально, просто чтобы влезли линии, чтобы было видно. Так. Ну вот эта задачка совсем была простая. Потенциал ионизации перехода бесконечность с того состояния, в котором он находился. Если с основного, так значит вот так получается. В ноль переходит из Е. Так. Скорость. Ну скорость я не считала здесь вам, но по моей презентации вы увидите, там эта формула есть. Ну а с мионом задачка решается точно так же, как с позитронием. Только тут поправка будет незначительная. Но все равно будет, поэтому можно мю тоже ввести. Вот с позитронием я вам набрала. А вот это задание мне один мальчик прислал такое колкое письмо. Ну в общем он был прав, потому что я переделывала задачку и не посчитала. И значит вот действительно там дала вам вариант, который давал может быть. Я правда опять не считала, но я надеюсь, что ты посчитал правильно, раз ты мне так написал. Неадекватный ответ. То есть давайте вот эту задачу, я сейчас ее меняю, но мы ее просто вместе разбираем, ну а ваше там изыскание я все равно оценю, кто там что думал, чтобы ваше старание о зря не пропали. На самом деле грамотно ее сформулировать вот так при такой задаче. То есть атом водорода испытывает лобовое абсолютно неупругое столкновение с покоящимся атомом таким же водорода и с какой скоростью он двигался, если при столкновении был испущен фотон. То есть тот факт, что был испущен фотон, конечно налагает определенные условия на атом водорода. И вот мне сказали, что там получится нереальная энергия. Ну надо посчитать, я тоже не было времени посчитать, но задачу я скажу сразу, что чтобы вы не списывали с учебника, я их немножко меняла. Поэтому вот тут, значит, я поменяла на упругий удар. А если по умолчанию посчитал как неупругий удар, то засчитайте? Ну если по умолчанию списал с задачника, где есть решение про неупругий удар, ну конечно сейчас засчитаю, потому что коронавирус, да? А так бы могла и придраться. Вы же поймите, что я специально как бы немножко задачи меняю, да, чтобы, ну чтобы вы не списывали, черт возьми. Да засчитаю, все засчитаю. Ребята, такая ситуация, давайте уже как можете, работайте, да, старайтесь. И, конечно, те, кто делает, по сравнению с теми, кто ни черта не делает, будут иметь огромное преимущество. Понятно? Светлана Александровна, можно вас попросить на задачку вот по поводу позитрона и метрона? Вот этот вот, который 207 масса электрона. А вот там разве не сказано, что вот написано пользоваться классической моделью атома Бора? Это не значит, что там нужно решать без приведенной массы? Нет. Понимаете? Ну если ты сделал, я там не буду сильно наказывать. Это и есть классическая модель. Вот смотри, вот эта-то классическая модель, вот эта формула, да? Значит, вот если бы это была не классическая, ну, в смысле, в чем тут беда? Что на самом деле, если вот это так, то электрон у тебя падает на позитрон очень быстро. Они схлопнутся. Потому что, двигаясь по орбите, они будут излучать энергию. Вот даже вы можете в задачнике, учебнике Сивухина, вот, посмотреть там посчитано, за какое время электрон упадет на ядро. Вот это классическая формула, ребят, это не классическая формула. Да-да-да, это с позитронием, там потому что масса сопоставима. А вот где 207 масс электрон? А вот 270, ну, сделали классическую, и сделали, и молодцы. Я еще раз вам говорю, ребят, там поправка будет уже заметна. Но, в принципе, я не буду вас никоим образом наказывать, потому что вот чем я занималась на этой неделе? У меня вылезло 15 душ, которые не делали ни черта. И вот их отчисляют послезавтра, и я вот по интернету, сидя, глядя в камеру, принимаю у них хлабы. Понимаете? Так вот, если вы сейчас что-то прислали, потом я вам еще дам задание, вы еще пришлете, я все проверю, и выставлю баллы, и будет все у вас в шоколаде. Понимаете, да? Но если среди вас есть товарищи, которые, прикрываясь вирусом, появятся в июне, то вот тут я не знаю, какой у них будет зачет. Там у них будет контрольная конкретная. Понятно, да? То есть не переживайте, если даже вы что-то сделали неправильно, но это не... Мы же учимся с вами, да? Вот я сейчас доработаю эти презентации, уже надеюсь, что сегодня выложу вам, вы посмотрите там, разберетесь. Мне надо, чтобы вы к экзамену разобрались, в общем. Я не знаю, как у вас, кстати, Роман Григорьевич сказал, когда будет тест, не будет? Рубежно-то? Нет, ничего не говорю пока. Ну, слава богу. Потому что я бы хотела еще с вами там несколько тем пройти, я просто вот сейчас только вышла, мне действительно тяжело работать, но я стараюсь вам эти все презентации сделать и выложить. Поэтому вот здесь это классическая теория, да, а поправка, она, ну, она вот тоже классическая, тоже из второго закона Ньютона. Чуть-чуть, там разница-то небольшая, если вы видели, разница небольшая, но она позволяет более правильно посчитать. Вообще, вы же знаете, что эта вот модель, она, ну, водород, да, прилично, но гелий еще туда не шло, а дальше уже вообще ни черта не сходится с теорией, теория с практикой-то. Говорил вам Роман Григорьевич. То есть это очень приближенная модель. Вот. Поэтому вам и в лабораторках-то, вот водород, там не он пытались посмотреть, там одна линия есть, но вы уже как бы это не проходили, там она высокая, высокие переходы, то есть больше ничего не рассказать вам, как считается. Понимаете? Это классическая приближенная теория, она с действительностью там мало общего имени. Так, что я вам хотела еще рассказать, забыла. А, вот эту вот задачку, давайте, она хорошая, да, значит, давайте, вот посмотрите, такое условие, оно изменило я его, поэтому вы его там сфоткаете сейчас. Ну, в общем, тут самое важное слово, неупругое, неупругое, да, столкновение, с покоящимся атомом водорода. С какой скоростью он двигался, если при столкновении был испущен фотон? Вот, до столкновения оба атома находились в основном состоянии. Ну, давайте мы с вами посмотрим, значит, что при столкновении происходит. Вот при столкновении у нас меняется энергия и импульс. Да? Давайте будем с вами считать, что до столкновения, что до столкновения, вот который атом, который двигался у нас, летящий атом, обладал какой-то кинетической энергией и каким-то импульсом П. после столкновения у нас полетел фотон. Значит, часть энергии туда ушла, да, понимаете? Ну, и там говорят, с какой минимальной скоростью, то есть, ясно, что это фотон был с минимальной энергией. То есть, атом перешел из основного состояния в первое возбужденное. То есть, короче, из второго, потом он в первое вернулся, и фотон полетел. Значит, энергия, которая ушла на возбуждение фотона, энергия возбуждения, она так и называется, она у нас соответствует переходу между вторым и первым состоянием в атоме. Вот это так. А дальше, дальше, у вас получаются вот такие рассуждения. Если неупругое столкновение, атомы двигаются вместе, их суммарная кинетическая энергия, это удвоенная энергия каждого из атомов, вот у меня это написано, кинетическая энергия 2 и кинетическая штрих. Ну, и вот это было потрачено, тут же испущено в виде фотона, но все равно в момент удара-то оно ушло не в кинетическую энергию атомов, а в возбуждение сначала. То есть я должна записать вот закон сохранения энергии так. Летел-летел один атом, а дальше летят уже два атома, а это вот энергия, которая пошла на возбуждение, чтобы был испущен фотон. Теперь закон сохранения импульса должен выполняться? Должен. Значит, что получается тогда? Что новый импульс, это, значит, два, ну, в два раза меньше, короче, чем старый, да, два новых импульса равно старому импульсу одного атома. И теперь, значит, мы, используя вот эти две формулы, должны найти соотношение между новой кинетической энергией атома и старой кинетической энергией атома. Ну, давайте мы с вами попробуем это сделать. Значит, я беру, вот просто тупо выражаю, ЕК, да, П квадрат на 2М, она равна вообще всегда, а ЕК штрих – это П штрих квадрат на 2М. Но соотношение между П и П штрих мне известно. Вот оно. Вот сюда я этим пользуюсь. И я вижу, что поскольку П штрих-то в два раза меньше, значит, кинетическая энергия новая у одного атома, в 4 раза меньше. Понимаете? Значит, новая кинетическая энергия через новый импульс, выраженная, с учётом того, что новый импульс в 2 раза меньше старого, получается новая энергия в 4 раза меньше. А можно спросить, вот получается, импульс фотона мы не учитываем? Импульс фотона нет, потому что у тебя он потом был излучён. У тебя же процесс возбуждения, да, произошёл. А потом шёл процесс излучения фотона. Ну, если ты как бы хочешь все этапы рассмотреть, ну, тоже можно так трактовать. Но на самом деле это 2 ситуации. После того, как он излучил фотон, у него уже будет другой импульс у атома. Вот это всё поменяется, понимаешь? Вот фотон излучён был, вот это опять изменится. То есть сначала столкновение происходит? Ну, давайте, да. Сначала происходит столкновение и возбуждение, а потом он какую-то долю... Там есть время жизни в состоянии возбуждённом. Вот северного сияния не было бы иначе, если бы этого не было, понимаете? Тоже красивая картина. Он живёт в возбуждённом состоянии, а потом и спускается. Всё понятно, да. Понятно, да? Ну, если ты сделал там с импульсом, ну, тоже как бы, ну, просто имей в виду, что на самом деле... Мы же не знаем направление фотона. Там тоже с импульсом... Да, ну, тут это же и не надо тебе. Вот здесь вот при таком решении тебе и не надо знать направление фотона, потому что это не требуется для решения. Вот он возбудился, а потом эта вся ерундень слиплась, полетела и спустила фотон, он в другую сторону полетел, понимаешь? Но про это уже не спрашивают. Вот спрашивают, что хватило энергии, вот вообще хороший очень вопрос. То есть давайте, ну, какую-нибудь задачку найдём там, разберём ещё на как раз именно вот испускание фотона и изменение направления, да, движения. То есть такие тоже есть задачи. Но как бы не всё сразу, да? Сначала вот они стукнулись, и атом просто перешёл в возбуждённое состояние, потом он ещё в этом состоянии сколько-то был. Понимаешь? Да, да. Да, он не сразу же излучается. Ой, больно. Так, сейчас. Вот. И потом, и потом у вас уже был испущен фотон. Вот. То есть понятно, да, ребят? Ну вот теперь мы что с вами можем сделать? Мы можем с вами кинетические энергии тут соотношения найти. И, значит, у нас получится, что кинетическая энергия вот у атомов вот после непосредственно соударения, у каждого, она в четыре раза меньше, чем у исходного была. Я всё это вот в первое уравнение засовываю, и могу сравнить уже теперь энергию возбуждения и энергию начального атома. Значит, получается, что энергия возбуждения у нас, энергия начального атома пополам. Да? Значит, вот дальше. А что такое энергия возбуждения? Мы же знаем с вами, что если это, ну, минимальная энергия фотона, значит, это переход со второго уровня, со второго уровня на первый, да? Переход со второго уровня на первый. Ну, а вот это мне было лень считать, я просто взяла вот уже готовое в электронвольтах значение для перехода со второго на первый и умножила на 1,6 на 10 минус 19 джоуля. А, в принципе, можно так записать, что это 3 четверти h на r, которые для h ну. А кинетическая энергия, ну, получается вот отсюда, да? Значит, на 2, короче, умножили и посчитали вот столько джоуля, или 3 h r пополам. Вот. Значит, это получилась такая кинетическая энергия, и вот всегда, когда она получается, у меня начинается некоторое душевное сомнение, потому что я наизусть эти цифры особо не помню, но не вляпались ли мы в релятивистскую теорию? Вот знаете, как проверять, частица классическая или релятивистская? Нет? Вот надо сравнивать с 0c квадрат. Вот. Значит, так, чего я не... Наоборот, переставила степени. То есть, ребят, я тут набирала, неправильно переставила степени. А, нет, правильно. Здесь это 10 минус 11, а это минус 17, это меньше. Да? На сколько? На 6 порядков. Поскольку это меньше на 6 порядков, я могу забить на все классические формулы, то есть на все релятивистские формулы. Задача сугубо классическая, все хорошо. То есть, если кинетическая энергия там, видите, на 6 порядков меньше, чем m0c квадрат, классическая частица, и все это правильно. Но это я просто на всякий случай проверила. Потому что мы с вами будем говорить еще. Бывает ситуация, когда так не объедешь на кривой кобыле. Приходится учитывать релятивистские эффекты. Здесь, слава богу, не надо. Так. Ну и кинетическая энергия. Это я просто не исправила. Здесь просто я должна была написать, что вычислим скорость. Да? Вычислим скорость. Скопировала текст и не исправила его. Вот. Ну, скорость вот такая получается. То есть, быстренько, конечно, но ничего себе так еще. Терпимо. Да? Да. Там в формуле не должны еще фигурировать скорость света. Просто там по размерности, по-моему, не сходится. Значит, ребята, я вам вот, смотрите, говорила уже, что у нас с вами есть некая проблема. Сейчас найду. У нас есть три постоянных Риттберга. Постоянная Риттберга для волновых чисел. Я не знаю, кстати, как вам Роман Григорьевич рассказывает. Вот одна постоянная Риттберга для циклической частоты. Вот для волнового числа постоянная Риттберга. То есть, для частоты вот я вот эту использовала. Вот эту использовала я. Понимаете? Вот эту, которая 10-15. А можно еще вот с волновыми числами. Вот тут скорость света, вот она и вылазит. Понимаете? Вот. А называются все одинаково. И все, главное, кому что больше нравится, тот так и пишет. Вот вы в учебниках даже посмотрите. Вот Сивукин, он пишет с волновыми числами. Как раньше это было так вот прям положено. Фриш, спектроскопист, просто крутой он. Физику, так сказать, определял там в 60-е годы прошлого века. Его учебник был таким базовым. И он любил вот через это. И Р была в сантиметрах обратных. Потом вроде перешли уже к Ашню, вот к этому переходу. Понимаете? И стала Р другая. Вот они, вот они все три формулы. Да, Аш. Вот, кстати, здесь я не перечеркнула. Тут палочку надо было поставить. Вот сейчас рассказываю, замечаю все опечатки. И здесь Аш С на лямбда. То есть, ну вот, все по-разному, понимаете, обозначают. Поэтому вы как хотите, так и делайте. Я уже представляю, какое удовольствие будет разбираться там в вашей писанине. Все правильно. Все правильно. Понятно, да? Кто-то любит так, кто-то так. Все правильно. Ну и вот у вас получается, значит, это частота. Да? Понятно? Не волновое число, а частота. Частота. Если волновое число, пересчитывать надо, да. Так. Ну что? Вроде как со старыми задачками, по-моему, со всеми разобрались. Да? Вроде да. Так. Теперь сейчас, минуточку я переключаю, подождите. Куда ж ты делась-то, елки-помоталки? А это что за? Тересь. Так. Не поняла. А. Так. Сейчас. Так. Увидели? Увидели? Для подготовки к рубежному тесту. Ребят, видите заголовок? Опыты Франка и Герца. Да, да, да. Все есть. Да, все есть. Значит, вот следующая тема, которую мы с вами должны посмотреть, да, это вот в разделе «Волновые свойства частиц». Ну, разговор про опыты Франка и Герца. Лучше всего эта тема разобрана вот в задачнике, в книжке Шпольский «Атомная физика». Это такая очень старая книжка. Может быть, вы ее как бы и знать не знаете, и в руках не держали, хотя это... Анатолий Григорьевич ее советовал. Советовал, да. Вот очень хорошая советская классика, как бы, понимаете. Я тоже не успела сделать еще вам обзор учебников, но что хочу сказать, что вот на самом деле они все очень дополняют друг друга. То есть здесь, вот изучая этот курс, вам на одну книжку ориентироваться нельзя. Но если выбрать, вот, как говорится, минимум, то тогда Савельев. Савельев, он и сам-то ядерщик. Вот его лучше всего, если его книжку взять как основу. А так, вот я смотрю, очень по-разному написаны сейчас вот книжки. И что-то в Севухине хорошо, что-то вот в Шпольском гениально просто. А Ирдов Игорь Евгеньевич, у него очень тоже много хороших примеров. И решение задач интересное есть по атомной физике. И задачник у него же есть по атомной физике. А вот теорию он вот просто не успел написать. То есть вот это был последний том. И я так понимаю, что, ну вот, человек просто не успел дописать свой курс. Поэтому теорию по его книжке вы не всю сможете разобрать. Но задачки там великолепные. Тем более Роман Григорьевич их любит. Поэтому вот вам надо взять и Севухина, и Савельева, и Иродова, и Шпольского. Вот так дело обстоит. Понятно, да? Так вот, у Шпольского лучше всего написано про Франка и Герца. Я делала эту презентацию, честно говоря, не для вас. Я ее делала раньше, когда в тесте был дурацкий вопрос. Ну вот, давайте мы разберем, как вот эти задачки по этой теме решаются. Это просто картинки, как правило. И посмотрим, какие могут быть там проблемы. Ну вот, я не знаю, Роман Григорьевич вам рассказывал, наверное, что вот парами ртути заполнялась трубочка, и здесь подавался потенциал между катодом и анодом, ускоряющий, а это была сетка, которая улавливала низкоэнергетические электроны. И, значит, у вас получалось, что при полете электронов от катода к аноду, сначала, как в обычном вакуумном диоде, вы вакуумный диод-то не исследовали, нет? Нет, да? Уже по электричеству вам не досталось поиграться с такой штукой. Вот жалко. Вот. Ну, в общем, там ток должен возрастать. Ток от катода к аноду при увеличении разности потенциалов должен возрастать. Вот он здесь и возрастал. Ну, понятно, чем термоэлектронная эмиссия происходит. Нагревается катод, и за счет поля часть электронов, которые вылезли из катода, летят к аноду. Ну, пока летят, разгоняются, потому что они в поле летят. И вдруг получается, что вот они летят-летят, ток, ну, здесь написано, что вы наблюдали, я вам лучше картинку покажу, ток возрастает, и вдруг раз, и начинает резко падать. Вот этого никто не ожидал. Что это такое? А это они стукались по атомам ртути и возбуждали атом ртути в более высокое состояние. Понимаете? Потом, значит, опять увеличивают, увеличивают потенциал, и опять провал. Это что такое? Это в среднем два удара. И вот так вот происходит. Периодически, да? Штрихами. То есть вот по этой картинке вас просят найти потенциал возбуждения атома ртути, и еще одну величину, контактная разность потенциалов. Дело в том, что когда вот эту схему собирают, вот тут куча проволочек соединяется между собой, да? Вот здесь, видите, тоже вот все соединения, тут разные вещества, напыление на катоде. И, в общем, разность потенциалов, тут имеют место скачки потенциала быть, понимаете, да? И это тоже сказывается на результате изменений, измерений. Причем вот как уж польского нарисовано, вот я честно с него, да, перерисовывала картинки. Тут, значит, получалось, что... Так, это уже тестовый вопрос. В общем, 4,9, насколько я помню. Сейчас я вот это открываю. 9,0 и 4,1. Разница 4,9. Вот эта разница, она строго все время, вот видите, здесь тоже 13,9 минус 9,0. Вот это точно правильно. То есть атом ртути, он, конечно, как бы таким и остался, какой он есть. Неважно, сколько лет назад в польский книжку написал. Поэтому вот если в тесте вот это значение не соответствует, а у меня просто вот была группа, которая писала тест, а там лекция вела вот одна сотрудница, она уже не работает. Вот она сделала вот этот тест. Вот видите? Я сейчас покажу. И вот здесь вот получалось 5,2. Так вот 5,2, но никогда. Понимаете? То есть вот это неправильно. То есть вот это должно быть 4,9 железно. А дальше по этой картинке еще считается задерживающий потенциал. Это разница между максимумом и ближайшим минимумом. Ну вот здесь вот я считаю просто по той картинке, которая была в тесте. А тесты, кстати, были американские. Так что была американская секретная ртуть. Вот скопирована. Ну просто, скажем так, сперты американские тесты. Вот. Здесь получается такой потенциал. Ну и контактная разность потенциалов здесь получается 0,7. То есть если тут расстояние 5,9, то здесь, значит, то есть 5,2, а здесь 5,9, вот это расстояние, минус 5,2, 0,7. То есть надо из расстояния между максимумами из потенциала возбуждения вычесть вот от нуля до первого пика расстояния. И вот тут может получиться как положительная величина, так и отрицательная. Вот уж польского она отрицательная. Вот. Ну в общем здесь все расписано. На этом рисунке получается около полутора вольт. Потенциала минимума вычесть потенциал предыдущего максимума. Это задерживающий потенциал. А для того, чтобы найти контактную разность потенциалов из потенциала первого максимума, вычесть разность между максимумами, то есть вычесть первый потенциал возбуждения. Так вот на этой картинке эта величина отрицательная. Видите, вот он сюда смещен ближе, чем на 4,9. Он имеет значение 4,1. Значит, какая получится контактная разность потенциалов? 4,1 минус 4,9 Что будет? Минус 0,8, да? Минус 0,8 вот уж польского. Но это явно правильно. А вот этот американский тест дурацкий, вот здесь вот написано плюс 0,7. Ну такое тоже может быть. Потому что разные вещества могли использовать, разное напыление на катоде. Понимаете? То есть вот это вот точно. А вот это ради чего я эту презентацию делала? Чтобы детям сказать, что вот такого не бывает никогда. Вот ртуть значит 4,9. Понятно? Ну вот как-то так. Вот. Ну вот это то, что касается опытов Франка и Герца. Значит, отдельная тема у вас. И на тесте могут вас просто по вот этой картинке попросить что-то посчитать. Так. Теперь следующее. Давайте рассмотрим. Следующая тема. У нас сейчас, минуточку я переключаю. Так, не поняла. Вы у меня в папочке под номером В, а не в папочке под номером К. Видите или перестраивать мне? Ребят, видите картинку? Нет, мы, честно говоря, ничего не видим. Экран, да? Так, сейчас тогда еще раз. Да, мы видим, папочке. Волновые свойства микрочастиц, не видите? Видно, видно, видим. Видно, да? Вот для чего она то включается, а то не включается. Я не поняла. Так. Ну вот. Значит, теперь вот то, что у нас еще осталось с вами. Тут будут три задачки. Вот вам задание. Которые мы с вами порешаем про длины волн Дебройля. Значит, здесь маленький кусочек теории, откуда вообще все это взялось. Вот движется частица в пространстве с постоянной скоростью. Ну, и Дебройль предположил, что такой частица соответствует волна. Вот обычное волновое уравнение. Да, Е на И в степени КР минус омега Т. Но в квантовой механике так пишут. Вот. Значит, здесь волновой вектор и циклическая частота. И тогда под энергией частицы, если понимать ее полную энергию, вот видите, формула релятивистская. Здесь Е квадрат к С квадрат минус П квадрат. Равно М квадрат С квадрат. И если мы потребуем, чтобы и фаза была релятивистски инвариантна, то есть вот так вот сильно выпендрится, то получится такие условия, что Е равно H омега, а П равно H К. Ну, это, в общем, и известно для фотонов. Эти формулы в релятивистской механике, возможно, вы выводили для фотонов. Так вот, решили, что пусть так будет и для других частиц. И тогда выражение для длины волны лямбда, ну, 2π на К, да, можно так посчитать. Или, если подставить сюда значение импульса, 2πH на П. То есть получается 2π сократить можно, и длина волны, которая будет соответствовать частице, имеющей импульс П, будет задаваться вот такой формулой, H делить на П. Ну, хорошо, вот придумали волну, а дальше что? А дальше можно посчитать фазовую скорость этой волны, то есть омега К, как в оптике. Но это Е делить на П. И вот тут получается полный бред. Потому что для релятивистской частицы Е вот так задается полная энергия, а импульс вот такой формулы. И если вы это посчитаете, то у вас получится, что фазовая скорость больше С. Так вот это ничего страшного. Потому что смысл имеет групповая скорость. групповая скорость считается как производная от циклической частоты по волновому числу ДЕ по ДП. И если мы это вычислим, то групповая скорость у нас, вот V вылезет вперед, получается вот та самая скорость V-частицы, с которой она летела. Почему это нормально? Что у нас скорость частицы совпадает с групповой скоростью. Помните, откуда вылезла групповая скорость? Это был такой пакет волн, распространяющийся в пространстве. Пакет волн, немножко отличающихся по частоте. Он расплывается по мере того, как проходит среду. Там дисперсия какая-то может быть. А вот если так еще не произошло, расползание волнового пакета, то такой пакет может участвовать в интерференции. Ведь не излучается свет бесконечно долго. Вот тот атом, который у нас в задачке летел, летел, и вдруг излучил фотон. Так вот небольшая эта волна по промежутку, длительность этого волнового отсуга небольшая. И вот группа таких, чуть-чуть отличающихся по частоте импульсов, формирует волновой пакет. И вот частицы у нас соответствуют. Как бы не бесконечная такая теоретическая волна постоянной частоты, распространяющаяся в пространстве многие годы, а маленький волновой пакет, который летит со скоростью в групповая соответствующая в частицы. Вот это правда. Ведь и частица летит со скоростью в. То есть это похоже как раз на истину. И вот здесь получается, что никаких противоречий с релятивистской теорией нет. То есть получается, что групповая скорость имеет смысл здесь, при такой теории. Вот это важно. То есть мы будем говорить не о фазовой групповой скорости частиц. Ну а их произведение, если один-два там подставить друг к другу, получится С квадрат. Ну и ладно. Вот то, что фазовая скорость получается больше скорости света, это ничего страшного. И вот если ввести такую теорию, что частицы соответствует у нас волна, то правило квантования Бора можно очень даже легко получить. Вот давайте мы представим себе модель атома, когда вокруг ядра по какому-то, по какому-то орбите, да, бежит волна. Не электрон теперь движется, а бежит волна. И если волна будет каждый раз возвращаться в ту же самую точку с той же самой фазой и амплитудой, то возникнет волна стоячая. Получится стационарное состояние. Вот я не понимаю, что ж я его не нарисовала, что ли? Ну вот представьте, по кругу, я нарисую прежде, чем выкладывать, мне не нравится, что я не нарисовала. По кругу вокруг ядра бежит синусоид, да и замыкается ровно. То есть получается такая вот бесконечная замкнутая синусоида. Представили себе. Вот это будет стационарное состояние. То есть вот таким способом Бор начал рассуждать, и посмотрите, что получилось. Условия стационарности орбита, что укладывается целое число лямбт, целое число длин волна. Ну понятно, длина орбиты 2πr разделить на длину волны будет, ну вот, сколько их там этих волн. Дальше лямбду отсюда я могу выразить. Это 2πr делить на n. Но поскольку мы только что вот длину волны Дебройля h на p придумали с вами использовать, да, я могу лямбду и вот так тоже выразить. 2π, допустим, h на p. И теперь давайте сравним вот эти две формулы для длины волны. Здесь 2π, здесь 2π могу выкинуть. Получается r умножить на импульс, радиус орбиты умножить на импульс, равно целое число h с черточкой. А это правило квантования. Момент импульса равен n на h. Вот видите, откуда взялось это правило квантования? Из каких соображений, да? Вот мы его получили. Правило квантования получили чисто из условия, что ну не должен энергию излучать электрон, двигаясь по стационарной орбите. То есть потому и получаются разрешенные, да, только какие-то определенные состояния, чтобы целое число длин волн уложилось на орбите, а следующая орбита там уже на единицу должно хотя бы, да, измениться это число длин волн. Так что получается, что между орбиты невозможно. Вот правило квантования получается таким образом из волновой теории. Так. Ну и первое, вот что в задачах может нам потребоваться. Здесь тоже я старалась, рисовала картинку, ее почему-то никто не рисует, пишут просто с потолка результат. А надо, в общем, разобраться, что происходит. Вот эти вот шарики, которые у меня нарисованы, это атомы в кристалле. Ну вы знаете, что в кристаллах атомы часто, ну ионы, да, кристаллической решетки располагаются слоями. Так вот, это у меня расположено два слоя, нарисованы два слоя кристаллической решетки. При этом, как отпилили вообще кусок кристалла, мне здесь неинтересно. То есть, понимаете, вот эти вот два слоя, они возникли при формировании кристалла. А где здесь поверхность, я не интересуюсь этим вопросом. Ну где-то вблизи, потому что на нее падает поток электронов, да. Значит, и вот посмотрите, что происходит. Я рассматриваю ситуацию относительно существующих в кристалле слоев с атомами. Вот шла-шла волна, бац, упало тут один атом, а дальше в следующем слое тоже на этом уровне атом есть. И произошла, ну, дифракция фактически, рассеяние на вот таких узлах кристаллической решетки. Один луч прошел лишнее вот до одинакового состояния, здесь уже они одинаково пойдут, желтенький кусочек, а другой луч прошел синенький кусочек. Увидели? А угол, который я использую, называется угол скольжения. Вот обычно вы, как в оптике, в дифракции, берете вот этот угол, угол падения на решетку. А здесь-то угол совсем другой. Вот обратите внимание на это, ребят. Вот сейчас я буду заниматься геометрией, мне надо из синенького отрезочка вычесть желтенький, но использовать для расчетов я буду угол между лучом и слоями в кристалле. А где там поверхность кристалла, как при этом отломился кусок кристалла или как его отпилили, вообще мне здесь сейчас неинтересно. Обратите на это внимание. Угол скольжения – это угол между падающим лучом и, значит, слоями, слоями атомов в кристалле. Слои, кстати, находятся друг относительно друга на расстоянии D. Ну, а дальше я просто аккуратно выражаю вот эти два синих отрезка, что тут D делить на синус альфа, и, значит, если я это дело потом умножу на косинус альфа, получу вот эти две серенькие штуки, умножу еще раз на косинус, получу вот эту штуку и вычту их. Вот это я и делаю. И получается условие максимума дельта равно 2D синус альфа, приравниваем целому числу длин волн. То есть еще раз, пожалуйста, внимательно, похожее на дифракционные максимумы, обычное в оптике условие, но только угол другой совсем. Обратите внимание, пожалуйста. Откуда получается? Вот из этой геометрии. Просто честно по этим всем треугольникам посмотрите сами. Угол называется этот углом скольжения. Углом скольжения. Ну и дальше начинаются задачки. Вот электроны летели-летели и рассеялись тут. Возникла система дифракционных колец. Где эти кольца? Откуда берутся? А вот эти два луча встречаются там, да, и создают кольцо. Между ними может быть максимум или минимум. Понятно? Но их же как-то сфокусировать надо. Нет, они рядом идут. Они фактически, я рисую крупно, они фактически сами сходятся. Понятно, да? Их не надо. То есть они идут на расстоянии с опустимой длинной волны. Вот это маленькое расстояние. Вот. Их линзу никто не ставит. Вот, кстати, вам-то нет такой возможности. Очень тяжело, между прочим, поставить так образец, чтобы получить вот здесь эту картинку. Мне довелось мучиться. Там минут сорок его настраиваешь, чтобы... Там фотопластинка ставится, да? И вот, чтобы на фотопластинке получились эти колечки, причем она так выгибается, да? Потому что во все стороны же идет, вот тут конусом, да? Понимаете? Энергия идет. Это я просто рисую так, два луча растения, может быть, в разные стороны. Вот. Очень сложно настроить, но получается без всякой линзы. В рентгеновских лучах это фиксируется. Там же мы потом будем еще учитывать, что преломления как бы есть, и они же вообще не совсем параллельно тогда вообще побегут. Какое преломление? Это у тебя рассеиваются волны не оптического диапазона. Нет, там же будет поправка потом за счет потенциальных сил, и там искривляется траектория атома, ой, электрона, который во второй слой прилетел. Ну вот это я, кстати, даже и не знаю про такую поправку. Это же как в рентгеновских лучах. Ну так, да. Но картинка получается, я говорю, без всякой фокусировки дополнительной. Ну вот про поправку я посмотрю. Не знаю, что ты тут имеешь в виду. Вот просто получается дифракционная картинка без всяких дополнительных приборов. Вот через фольгу пропускают, ну и кран чувствительный на расстоянии 10 сантиметров от фольги. И вот получается кольцо. Ну и, видите, большие довольно, да, кольца. То есть волны большие, 3 сантиметра. Поэтому расстояние между кристаллическое, оно намного меньше длины волны. Никакой проблемы тут не возникает. А, ну тут, правда, 10 сантиметров и 3, но все равно. Вот. И надо посчитать межпоскоскосное расстояние. То есть вот по этой формуле вы просто, зная угол альфа из этой геометрии, можете посчитать межпоскоскосное расстояние. А разность потенциалов в сколько-то киловольт определит вам скорость частиц. Так. Еще какие варианты у нас могут быть здесь? Первые три значения, ускоряющие разность потенциалов. То есть у вас три лямбды может получиться. Да. Чем больше разность потенциалов, тем меньше лямбда, для которой будут выполняться вот эти условия. И соответствующее межпоскосное расстояние дано под углом скольжения 30 градусов. Надо найти, что тут максимум или минимум, максимальное отражение. Вот посмотрите максимальное отражение электронного. Вот тут как раз написано преломлением электронных волн в кристалле пренебречь. Ну это да, написано. Ну про это преломление я говорю вам интересно, давайте в следующий раз обсудим. Посмотрю, расскажу вам, что там происходит. Вот. Так. Ну и то, что надо нам с вами вот уж однозначно каждый раз учитывать, когда мы такие задачи решаем, а с какими частицами мы имеем дело? С релятивистскими или с нерелятивистскими? Для классических частиц у нас кинетическая энергия МВ квадрат пополам и импульс равен МВ, да? Ну, соответственно, я могу выразить импульс через кинетическую энергию и длину волны для классической частицы посчитать как H на 2 кинетическая энергия на М, вот по такой формуле. А для релятивистской уже формула не годится. для релятивистской частицы, когда я считаю длину волны Дебройля, импульс надо брать вот такой, а энергия покоя и кинетическая энергия задаются вот такими выражениями. То есть для того, чтобы выразить длину волны через кинетическую энергию и энергию покоя, мне придется вот в импульсе, что тут есть? Тут есть V квадрат и есть V. Вот обе эти величины V и V квадрат к C квадрат надо выразить через энергии. Энергию покоя и энергию кинетическую. Понятно, да? Ну, вот это чисто алгебра, то есть сюда я ставлю омега с ноликом, дальше развожу тут в квадрат, все раскрываю скобки, в общем, масса удовольствия. Ну, это удовольствие вы можете повторить сами проверить, ну, получается вот такое соотношение V к C. Вот так выглядит импульс, соответственно, так выглядит и для релятивистской волны получается вот такое соотношение H-C, здесь кинетическая энергия, здесь энергия покоя. А для классической вот такое соотношение с кинетической энергией. Ну, и дальше могут быть задачки запросто на тесте. Какая относительная ошибка при расчете по классической формуле. Ну, и как понять при решении задач, какую формулу выбирать? Надо сравнивать кинетическую энергию с энергией покоя. Если у вас кинетическая энергия, ну, хотя бы одну тысячную от энергии покоя составляет, то тогда поправка релятивистская будет уже работать. Вот мы сегодня с вами считали, там было 10 в 6 разница, ну, как бы ладно. А вот 10 в 3 уже считай, что надо по релятивистской формуле считать. Вот это имейте в виду. И третья задачка, которую вам предлагаю решить, вычислите длину волны Дебройля для электрона, движущегося со скоростью вот такой большой. И какова будет относительная ошибка, если пользоваться классической формулой? Ну вот, у нас с вами получилось три задачки на дом, да? Ну, значит, пришлете вы мне решение не сейчас, а когда мы еще следующее занятие с вами проведем, и я вам дам еще задачки три, хорошо? Относительная ошибка это истинная минус ошибка? Это истинная, ну, вообще-то разница делить на истинная. Разница по модулю, потому что может быть в плюс и в минус, да, разница. Разница настоящей и получающейся по модулю делить на настоящую величину. Ага, спасибо. Да, понимаешь, да? Вот, то есть в знаменатель ставим то, что должно быть. Так, значит, ребята, ну, я отключаю презентацию тогда, да? Значит, у нас есть возможность сдать отчеты, если кто-то сделал. Вчера двоечники мне сдавали лихо. У вас есть у кого-то работы, которые вы готовы мне сдать? А, Светлана Александровна, можешь спросить? Да, сейчас я еще хочу присутствующих отметить. А вот я... Это тоже, как бы, дело, связанное с простановкой баллов, поэтому давайте мы быстренько отметим присутствующих. так, 32-06. Бывальцев. Есть гусельников? А, так так вы не подключитесь. Слушайте, старосты, можете списки составить, кто был? А, хорошо, говорю. Вот давайте, да, сейчас быстренько там сами организуйтесь, потому что это связано с простановкой баллов, но я имейте в виду, видела, что всего вас 40 человек. Так, а это что такое за странные дикие звуки? Так, кто-то работы лабораторные будет сдавать или нет? Да, вижу тебя. Мальчик какой-то, я не знаю, что мальчик себя показывает, мальчик отчет бы лучше показал. Значит, господа, вы работы сдали далеко не все. Вот я вас призываю все-таки их как-то доделать. Сегодня у меня в 8 часов вот такой же сеанс связи с дорогими двоечниками. Если вы до 8 вечера что-то делаете из лап, вы можете подсоединиться. Дальше вы курс нашли на стадии физик, нет? Да, нашли. Общая физика часть 3, да? Вот я туда эти презентации сейчас подцеплю. То есть, вы, пожалуйста, как бы там задания все смотрите и следите там за объявлениями, когда идут связь, в общем, по приему лап. Это бывает обыкновенно вечером и несколько раз в неделю. То есть, вы можете в любой момент подсоединяться и сдавать свои лапы. Давайте вот сейчас пока это дурацкое время есть и вы сидите дома, вы хотя бы закончите отчеты по всем лабораторным. Потому что у меня получается, что в общем отчетов сдано очень мало. А сколько всего лабораторных мы должны? Три. Подождите, значит, смотрите, вы должны сделать три лабораторных в этом модуле. Кто-то из вас три и сделал. Но если вы их не сделали, если вы не были на занятиях и вот сейчас, конечно, можно сделать, но я вам советую туда не ехать. Понятно, да? То есть, у нас через некоторое время будет организовано выполнение, я сейчас скажу просто этих цифровых лабораторных работ. Вот тогда вы сделаете какую-нибудь электронную лабораторную работу. Это буквально на следующей неделе, я думаю, начнется. Всего надо три работы. Понятно, да? Да. Ну, во-первых, говоря, это нельзя. Но если очень хочется, то можно. Но если очень хочется, то только не говорите Роману Григорьевичу, а то он сразу вам это навтыкает. Они тоже группами защищают, кстати. Можно вопрос еще? А можно вам на почту отправлять? Да, можно на почту отправлять. Но дело в том, что мне тогда придется писать вам ответ. Да? Ну, ладно, отправляйте, что делать. Мне бы легче было, может, если бы вы показали. Может быть, мы бы обсудили. Смотрите, ребят, какие вопросы сразу на защиту, да? Давайте вот так. Если вы делаете лабораторную работу по атомной физике про атом водорода, то вам сразу надо расписать, почему там постоянная Риттберга может определяться двумя способами. Понятно, да? И расписать эти оба способа защиты. Это как бы, ну, такой базовый вопрос, его все время задаешь. Ну, могут быть такие. В отчете? Да, в отчете. У вас есть дополнительное задание, вот это бумажка-то дурацкая с, ну, формуляр для отчета. Это какая работа еще раз лабораторная? Атом водорода. Это 5.04. Мне прислали тут один отчет, да, я номера не знаю, честно говоря, только сейчас они появились, я еще в них не врубилась, какой номер, не смотрела. А это мы отчет присылали, нам получается лучше его показать, да, будет потом? Вам отчет, ребята, лучше, вот то, что вы прислали, это, как бы, я уж не буду при всех говорить, что. Вы понимаете, что вот атом водорода, у него нижний уровень, какой номер имеет? Единичку, да? У нас там единичка есть? У вас ноль там есть? У нас нет нуля, кстати, вот я видел ваш вопрос, мы просмотрели, у нас такого не было состояния. Ну, здрасте, у вас на ноль переходит написано единица, делить на ноль. Вы, наверное, не наши отчеты смотрели, у нас не может остаться. Ну, не знаю, но пришлите мне еще раз. Хорошо. Потому что я смотрела, там был переход, во-первых, это серия Бальмера, то есть вот то, что вы видите, да, там от серии Лаймана, ну, можно одну линию увидеть, но вы ее не видите, это надо очень стараться. Это серия Бальмера, то есть переход на второй уровень, понимаете, нижний-то второй уровень, значит, с третьего, с четвертого, с пятого, понятно, да, с шестого, это вы видите вот обычно, нормально. Вот. И вот, соответственно, номера должны как раз такие быть. А дальше вопрос, а почему вот двумя способами можно по углу наклона графика и по пересечению с осью ординат, почему двумя способами можно определить постоянную Риттберга? И вообще говоря, когда вы это делаете, вы строите график, ну, наверное, как-то в электронном виде в Excel, да, и, соответственно, вы можете по разбросу точек определить погрешность. Погрешность углового коэффициента и погрешность вот этой точки пересечения с осью Y. Понимаете? И по этой погрешности найти погрешность постоянной Риттберга. То есть, вот это все надо делать. Я, честно говоря, не знаю, что там сейчас написано у вас в описании, потому что описание все время редактируется, там разными людьми под их разные вкусы. но вот, честно говоря, я вам советую это дело написать обязательно, потому что это нужно. вот. А вот можно еще вопрос? Да. Мы, когда вас не было, защищали вот эту как раз работу Никите Александровичу, но у нас не было погрешности, он сказал, что мы ему донесли погрешность, и он нам балл доставил. Напишите мне и пришлите, и я доставлю, напишите мне в письме, что вот у вас именно три, он мне передал баллы-то, я их выставила. Если кто-то вот сейчас видит, что у него баллов не хватает, ну скажите мне, я их доставлю. Да. Я буду 40 лет не отмечать, просто мне старосты, пришлите списки, кто сегодня подключился, да, я проставлю вам тоже баллы за присутствие. На прошлом занятии поставлю баллы за работы. У нас с вами очень много на самом деле позиций зачетных, то есть выполнение контрольных работ, это вот то, что вы мне присылаете. Понятно, да? Личностные качества, те, кто прислал, значит, тот хороший, да, и вовремя сдать отчеты. Кто вовремя сдал отчеты, тот получает два балла за личностные качества. А кто до середины апреля не сдал отчеты по первому модулю, тот два балла уже не получит ни за что. Понятно, да? А три балла за задачки, которые его присылают. Там вот Никита Александрович ставил какие-то, ну, на практиках там всякие плюсики. Я поставила их личностные качества, разве вы их не видите? Нет. Все плюсики я честно перенесла в журнал. А, ну, у меня два плюсика, насколько я помню. У меня... Ухо! Москвин Дмитрий 22. В 32 36 36. Как фамилия? Москвин. Москвин. Ни одного плюсика. А, в смысле? Да, я проверю, может, я, конечно, у меня валяются тут эти ваши плюсики на столе, но у меня в журнале ни одного плюсика нет. Он поставил за выходы к доске, он... Я поняла, поняла. Вот просто у меня почему-то этих плюсиков нету. А, он мне прислал электронную таблицу. Ребят, он мне прислал электронную таблицу, я в нее зайду, посмотрю еще раз. Ну, может, как бы он забыл их поставить, но если ты не врешь, я думаю, не врешь, ты не стал бы врать. Давай я их так не ставлю, чтобы не стоять. Вопрос, а если нет баллов за допуск в данном работе? за допуск к лабораторным? Да, у меня нету баллов. Ну, а я вообще не знаю, у кого из вас они есть, потому что я просто по наличию значит, вот, сделанной работы приняла по определению, что допуск был. А у меня есть баллов за работу? Ты кто? Еременка. Еременка. Ну, поймите, я на самом деле, ребята, очень плохо вижу сейчас, поэтому как бы я могла пропустить. Я это дело отслежу и проставлю тогда. У меня, кстати, не отмечено, что ты делал лабы, Еременка. У меня, да, я не отмечу и проставал. То же самое касается Артамонова и то же самое касается Пиха. Вот фамилия, не знаю, кто-то мальчик. Мы вместе делали в одной группе, отмечались там. Да, вот со мной, с Москвиной как раз, мы все делали. Вот он, значит, вас пропустил, то есть вы на самом деле все лабы делали, да? Да, и Артамонов тоже, что ли, с вами? А, ну вот он как раз вашу команду и не отметил. И Пиха с вами, да? Да. Ага, ну все, я поняла. Работа на практических... Просто не было написано, что вы работы делали. Я говорю, так что они списали? А, кстати, Еременко, да, вот тоже. Еременко делал, да? Ну все. А вот работа на практических занятиях, это вот там что? Как? Ну, Это просто был. А, просто был. А, то есть есть посещение и работа? А, ну все, окей. Да, есть посещение и есть работа. Работа это плюсики. Плюсики у меня вот по 36 группе есть, у Артамонова, у Гриневича два плюсика, у Осева один плюсик, у Никитина три плюсика, у Пики один плюсик. Все. Ну вот Машкин говорит, что он... Да, вот я говорю, что у меня два плюсика должно быть. Ну хорошо. Вот насколько сейчас вообще надо быть... Смотри, у меня это посещение, ты не врешь часом? И посещение на лабах тебя забыли, плюсики, что-то ты вообще позабытый, позаброшенный. Ну я везде записывался, я на всех лабах был, и уже один отчет защитил. Мы вот... Ну ребят, нет проблем, ну такой дурдом, поставлю я тебе баллы, молодец, хорошая мальчика. Вот ты задачку на дом решай. Понял, да? Все. Да, да. Да не надо ничего напоминать, он уже выкинул все бумажки, он мне прислал электронный список. Если я там уже этого не найду, значит, ну, приму на веру. Понятно, да? Он уже и думать про вас забыл, тут работы столько, тут отчеты пишешь дурацкие, каждый день, про то, как в условиях коронавируса мы работаем дома. В общем, полный бред. В общем, ребят, давайте спокойно дома сидите, отчеты по лабам пишите. Вот сегодня в 8 вечера кто подключится и отчет покажет, тот котик. А кто до 15 апреля не сдаст, тому будет плохо. Понятно, да? Да. Или два балла сниму. Вот. Поэтому давайте, я часто на неделе встречаюсь, но сейчас в основном встречаюсь с двоечниками, но вы смотрите там расписание консультации, это для вас тоже. Вечером там 6 или 8 вечера можно подключиться и свои работы мне показать. И будут вам баллы. Все понятно? А можно здесь ссылочку на подключение в 8 часов? А вот я там выложила. На сайте Физикс? Да. А, хорошо. Извините, пожалуйста, а вы вопросы только по 5.04 сказали, по-моему. Да, а какие там еще работы про что были? Ой. Ну, давайте я на стадии Физикс, вы мне номера скажите, да? У вас было 0.2 и 0.1. Я посмотрю описание работ и выложу вам вопросы. Понятно, да? Хорошо, подскажите, пожалуйста, у вас на следующей неделе выходной? Нет. Давайте мы не будем устраивать. Если, я же вам говорю, вот выходной, что я вас не заставляю сейчас присылать мне решение. Я просто, знаете, что, ребята, боюсь? Я боюсь, что Роман Григорьевич вам устроит контроль, ну, а мы еще давайте с вами частицу в потенциальной яме разберем и проникновение частицы под барьер в следующий раз. Хорошо? Потому что это все может войти в контрольную работу. Ну, и в смысле в рубежный тест. Хорошо? Вот. То есть, ну, что выходной? Вы все равно дома сидите, все равно вам делать нефиг. Я же вас не заставляю контрольную сейчас присылать, правильно? Так нет, мы-то придем, просто объявление было от Владимира Владимировича, вот, поэтому спрашиваю. А Владимир Владимирович это кто? Путин. А, Путин-то, да. Это у нас, ребята, я сегодня с утра потратила три часа, чтобы в ИСУ заполнить три дурацких доски объявлений о том, что я веду занятия. Вот вместо того, чтобы вести занятия, понимаете, то есть у нас вряд ли что-то изменится с вами. И я вот реально как бы боюсь, ну, что вам так не хочется на полчаса, на час собраться, посмотреть задачки, боюсь, что устроит Роман Григорьевич вам рубежный тест. Вот в чем дело. Да нет, я только за. Спасибо. Ну, так что давайте в три часа, потому что у Романа Григорьевича там лекция, получается. У Бэшек нету, а у Вэшек есть. Вот давайте, чтобы все вместе в три часа встречаемся, тоже материалы там, ну, на час где-то разберемся, и еще три задачки я вам дала. Потом вы все это оформите, и мне пришлете вместе. Хорошо? А можно, но все-таки лучше, чтобы каждый отчет от себя присылал? Или? Ну, ребята, мне уже сейчас все равно. Вообще, конечно, вот когда обычно идет сдача отчетов, то каждый человек, конечно, пишет отчет сам. Он получает свое задание на защиту, и обычно делает свои ошибки, как ни странно. Вот там у вас есть такие дурацкие позиции, как цель работы, дальше метод исследования, да? Вот это проверяется на самом деле жестко. Вот это как раз Роман Григорьевич ввел в свое время. Я сначала думала, что это вообще фигня, а потом поняла, что на самом деле нет. Потому что вы не очень понимаете, что писать. Вот, допустим, метод исследования, какой у вас в лабораторной работе про постоянную Риттберга, вот кто мне скажет? Метод. Ну, я не знаю, что я сказал экспериментально. Ну, вообще, Смирнов Александр Витальевич, да, что сказал? Мы когда занимались у Смирнова Александра Витальевича, он говорил, что в методе экспериментального исследования нужно писать последовательно, какие шаги мы делаем, чтобы достичь результата. Ну, да, и вот, что мы делаем? Значит, что мы делаем? Да, 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 вы как-то что делаете? Мы сравниваем спектры ртути, да, и спектры атома водорода, выясняем зависимость там какая выполняется, да, и графически строим зависимость того-то от того-то, да, чтобы там линейный коэффициент получился, R, чтобы было линейным коэффициентом, да, то есть там ню от разницы единица от, вот, то есть графический метод определения R на основе сравнения графиков, да, на основе сравнения спектров ртути и водорода. Вот что-то такое надо написать. То есть метод – это именно вот исследование спектров, построение графика, анализ графика. Вот это метод, понимаете? то есть вот такие вещи, они вообще говоря, ну, должны быть правильно сделаны, потому что если ваш кто-нибудь отчет посмотрит, а там написано метод эксперимент, ну, сразу скажут садись два. Вот это вы думаете, что делать. Понятно? Можно еще раз спросить по поводу времени, потому что у нас пара по физике в 15-20 обычно начинается. Ну, а что вам в 15-то не хочется? У вас что? У нас в 15-20 пара по физике, а у вас практика в 15, мы не успеваем. А, какая пара? Пара по физике лекция. Лекция. Ну, значит, тогда придется нам, наверное, собираться двумя кучками. Одна кучка в 11-40, а другая в 15-20. Ничего не поделаешь. Мы сегодня ходили на лекцию вот как раз до этого, в 11-30, чтобы сейчас быть на практике. А, то есть она присылает же на нее ссылки, нам приходится у кого-то это узнавать. Так мы можем сплавку. Ну, ребят, почему у кого-то? Вот вы зайдите на стадии физикс в мой курс. Нет, мы говорим про лекции. А Лесу чьи? Полоскова также, Роман Григорьевич. Полоскова, и он не сделал вам постоянную ссылку. Нет, у нас сейчас лекции по расписанию получается в 3, вот, и дальше сразу практика в 15, ну, тоже в 3 условно, вот. А мы немножко схитрили и пошли на лекцию типа в 11.40, вот, сейчас у него, ну, наверное, чуть меньше народу, чем должно быть. Вот так вот, да, понятно. Ну, во-первых, он тоже может как бы объединить всех, я не знаю, я с ним поговорю, а может у вас разные потоки там, по силам разные. Наверное. Вот, тогда давайте мы с вами встречаться вот по две кучки, да, значит, одна кучка в 11.40, а вторая кучка в 15.20, да, тогда получится. Я это исправлю в своем объявлении и буду делать так. Я просто не знала этого. Хорошо. Да, все согласны, да? Да. Ну, по-другому я ничего не могу придумать. Согласны. Согласны, да. Значит, что еще? Вы что-то сказали, что вам не подключиться куда-то на лекцию. Вот, я сделала одну комнату, вот эту, на которой у вас ссылка, и захожу в нее все время со всеми ребятами, и с двоечниками, и с первым курсом, и со вторым, и поэтому ссылка не меняется. Если Роман Григорьевич каждый раз создает новую, я не знаю, зачем ему это надо, то приходится эту ссылку рассылать ребятам. А он в другой программе сидит. А, ну, тогда я вообще ничего не знаю. Ну, позвоните ему, напишите ему, чего вы как, это самое. Да нет, с этим все в порядке вроде. Не знаю. Ну, если вам что-то не есть, нет, ну, девочка сказала, что я не знаю, во сколько подключаться, и как подключаться. Вот, то, куда, где я сижу, вот я пока сижу здесь. Дальше мне ребята уже первый курс сказали, что тут на вас слушать плохо, мы вас хотим пересадить на Zoom. Ну, вот если они меня на Zoom пересадят, я вам напишу. Тоже в курсе Study Physics, часть третья. Смотрите там вот этот курс мой. И там вся оперативная информация, потому что бывает, что то перенесли в одно время, то перенесли в другое время, вот занятия. Мало ли, что-то поменялось. Все время там буду объявления выставлять. Надо вам рассылку через ИСУ, что у нас занятия тогда-то. Следующее. Вопрос? Это вопрос. Нет. Потому что для меня это 15 минут в моей жизни потраченной. Вам 15 минут. Ну, ладно, мы постараемся сами разослать, ну, чтобы ребята никто не забыл. Ну, хорошо, тогда раз у вас кто-то забывает, давайте я буду рассылать каждый раз, что у нас практическое занятие тогда-то. Ну, консультации хотя бы сами смотрите, ладно? Что вам сделает консультации несколько раз в неделю. Я там вечером, когда там двоечники нарисуются или кто-то с первого или со второго курса, всегда можно мне там даже позвонить, сказать, что мы тут вот все решили, давайте консультацию нам, мы вам что-нибудь сдадим. Понятно, да? И будет вам вечером консультация в любой день. Поняли? Так что сейчас, пожалуйста, вот у вас все-таки сделано по три работы, и их надо сдать, а вы их еще не сдали. Сделайте, пожалуйста, отчеты, ребят. Вот это я жду от вас. Хорошо? Если в ЦДО нету баллов за защиту, значит, как бы... Значит, они не передали мне баллы, что ты ее защитил. Я говорю, что вот все, что мне передали, если ты защитил, а баллов нет, ну, скажи, покажи мне свой отчет. Вот пришли мне свой отчет и напиши, что я уже его сдал другому преподавателю, а баллы у меня не проставлены. Понял? На почту на мою. Мне, пожалуйста, ничего писать не надо. Пишите мне на мою рабочую почту сакурашула собака Яндекс.ру, да, вот на которую вы решение присылали. Вот туда же пришлите свой отчет. Скажите, вот я его сдал уже, я хочу баллы. Будьте баллы. Просто, ну, человек, вот как мне составил таблицу о вашей работе, так я и ввела. У вас кто там, я уже забыла, кто у вас это замечал. Вот. Так что, давайте, если вы что-то еще решили, мне присылайте, пишите, устроим консультацию, защитите. Баллы я проставлю. Вот сегодняшнюю мне посещаемость, пожалуйста, пришлите. Старост. Мы тоже это проставлю. Ну, все поняли? Да. неделю, два, три, два, это у нас рядом. Через неделю встречаемся, с одной кучкой встречаемся в 11.40, с другой в 15.20 тогда, да, получается. Вот так. Все. Сейчас эта информация появится. А, кстати, кто вечером, кто утром? Ну-ка, скажите мне. Вечером В, да, а утром К, а утром Б. Да. Б. Б утром, а В вечером в 15.20. Ну, вот так и сделаем. Все, договорились? Ну, жду ваших отчетов на самом деле. И информации о том, что сегодня... А баллы за задачи? Списки присылали. Баллы за задачи, которые... Да, что ты говоришь? Не слышал. А баллы за задачи, которые на прошлой неделе мы присылали. А, я еще, ребята, хотела проверить, правда, извините, не успела. Очень много работы. Я проверю, вот как раз, сейчас вам не даю задания, проверю, и все появится. Эти баллы пойдут в контрольные работы раз, и в личностные качества в три балла два. Понятно? Хорошо. То есть, три задания, будет три задания. Работали с каракулами. Что можно? То, что мы на практике с каракулами работали. Не все, потому что не очень хорошо было. Ну, пиши, если хочешь, пиши. Вся ваша активность будет оценена. Спасибо. Потому что, ребят, ну, что делать, если вы дома сидите? И все эти задачи оформляйте в тетрадку, потому что у вас есть еще защита домашних заданий, да, это потом вот по итогам вашей работы по тетрадке я вас попрошу какую-нибудь задачку рассказать. Тоже баллы поставлю. Вот. Теперь у нас подключатся электронные ресурсы какие-то и, возможно, будут электронные лабы. Тоже, как бы, способ что-то сделать и получить баллы. Понятно? У вас же еще второй модуль маллы должны быть. Да, лаб. Да. Да, вот это сейчас налаживается. Так что, ждите объявления. Все объявления на стадии физикс. Я сегодня сделала...